Я вас приветствую, друзья! Пора узаконить свои отношения. Как это сделать, знает Ирина Кольева. На её канале «Разбор по полочкам» всех этапов подготовки к свадьбе. Будет интересно не только невестам, но и подружкам. Подписываемся. Ссылка в описании. И приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сейчас опять поговорим с вами о пероральных контрацептивах, о том, как мы их отменяем, те, кто хотят забеременеть. Есть такие, которые какое-то время сидели на оральной контрацепции и собираются забеременеть. Но если будем говорить о девушках до 30, например, 5 или 7, пусть 10 лет она пила оральные контрацептивы, а теперь я собралась беременеть, что делать? Это немножко будет другой вариант, чем женщина, которая, например, допустим, как я, взрослая женщина, двоих детей родила, не собиралась пока беременеть, там 5-7, там какой-то 3, там промежуток времени принимала оральные контрацептивы, и потом вдруг что-то как бы опять надо отменила, и что делать? Немножко два разных варианта, но они потекут у нас практически по одному и тому же сценарию. Значит, отменяем оральные контрацептивы. Что дальше происходит с организмом? Включается в работу снова гипоталямо-гипотизарно-яичниковая система. То есть вот эта ось, голова яичник начинает работать заново. Она раскачивается не сразу, постепенно. Иногда первый цикл случается с большой задержкой. То есть отменили, у вас как бы и 28 дней прошли, и 35 месячных все нет, и предвестников нет, и чувствую себя ровно, и ничего не происходит. Вот, где-то там к 40-му дню, или к 45-му, наконец, месячные разошлись, а потом раз, и цикл восстановился. Вот на это восстановление природа дает от 6 до 12 месяцев. То есть от 6 до 12 месяцев у вас восстановится естественный цикл. Многие спрашивают, а ведь оральные контрацептивы, они же свои-то гормоны подавляют. Да, подавляют. И в этом и заключается их лечебный эффект. Цель назначения, для чего мы их вообще назначаем, это для того, чтобы подавить собственную выработку гормонов, дать возможность отдохнуть, избежать гормональных скачков, которые, естественно, в любом цикле, дать возможность восстановиться вот этой гипоталямо-гипотезарной, яичниковой системе. Вот. После того, как мы отменяем, происходит как бы резкое отсутствие гормонов и тех, которые мы принимали, и своих, которые должны вырабатываться. И вот это отсутствие любых гормонов в течение нескольких дней, которые возникают после отмены. Вот сегодня надо было принять первую таблетку контрацептива, я не приняла, завтра вторую, я не приняла, третью, четвертую, пятую. Несколько дней, вот этот вот такой небольшой период, в несколько дней организм функционирует как бы на пониженном гормональном уровне. За эти несколько дней формируется отрицательная негативная связь к мозгу. То есть отсутствие гормонов стимулирует мозг к работе. Если вы думаете, что это что-то такое сказочное, небывалое, волшебное, то я вам открою секрет, практически все в организме органной системы работают по принципу отрицательной обратной связи. То есть, допустим, щитовидная железа, да, мало гормона, господи, тироксина, вырабатывается ТТГ. Маленький уровень тироксина, Т4, вырабатывает, стимулирует выработку ТТГ. ТТГ вырабатывается, вырабатывается в достаточных количествах, начинает стимулировать выработку Т4, тироксин. Тироксина Т4 становится все больше, 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 больше определенного уровня, как только становится много, много гормонов, Он начинает стимулировать, ой, угнетать выработку ТТГ. Всё, идёт сигнал в мозг. У нас много, у нас достаточно, больше не надо. ТТГ там успокаивается. Точно так же плавые гормоны. Ничего нет, мозг идёт сигнал. Нам мало. Гепатолямо-эффициальная система начинает раскачиваться, вырабатывать релизинговые факторы, которые стимулируют выработку эстергенопрогестерона и запускают менструальный цикл. Вот таким вот образом возрождается цикл после отмены месяца. Дальше ждём. Ждём, я уже сказала, 6-12 месяцев ничего не предпринимаем. Вот эти вот все разговоры, как там я копытом бью, я вот 5 лет принимала контрацепцию, у меня ничего не надо было, а теперь я резко хочу забеременеть, ещё вчера хотела забеременеть, а тут у меня, оказывается, вы говорите про 6-12 месяцев на раскачку. Я на ЭКО тогда пойду, я буду стимулировать себе эту овуляцию, я буду цикл себе там создавать. Вот это вот разговоры недопустимы. Любой репродуктолог, любой врач ЭКО, кто с этим сталкивается, кто непосредственно с этим работает, он вам скажет, что без необходимости никакую стимуляцию, никакие протоколы создавать нельзя. Максимально нужно добиваться того, чтобы естественная беременность произошла в естественном цикле. Поэтому, вот здесь вот вступает в силу разница. Если вам меньше 35 лет, то посидим и ждём год после отмены контрацепции. Наладится менструальный цикл, начнёте ловить овуляцию, начнёте беременеть себе спокойно, в естественном цикле, в тот период, когда это надо будет, когда это придёт, когда Бог даст. Если вам больше 35 лет, ну, давайте так, до 40 лет, в принципе, 6-12 месяцев тоже можно ждать, а потом уже топать к врачу, сообщать, вот я отменила, вот год прошёл, ничего, проверить, может что-то. И если вам больше 40 лет, и вы думаете, опомнились, что вам надо быстро прыгать в последний вагон, то давайте так, 6 месяцев опять всё сидим, ничего не делаем, никаким копытом не пьём, что часики тик-так, время идёт, а мне уже 40, мне пора, и мне надо, а до этого мне не надо, было и это нормально. Вот, сидим спокойно всё равно 6 месяцев. Не надо ничего стимулировать сверх меры. Резкая стимуляция гипоталям гипозарной системы, вот в этот период, от 6 до 12 месяцев, может привести к истощению раннему климаксу. Это я не пожелаю никому, потому что это раннее старение женщины. У нас сейчас продолжительность жизни 80 лет, и раннее старение усиливает, удлиняет нашу жизнь не в таком виде, в каком мы сейчас, а вот в том виде, в каком мы не хотим быть, в одрехлении, в немощи. Поэтому ранний климакс нам не нужен. Вот, поэтому мы ничего не стимулируем, мы ждём естественный цикл. Дальше, допустим, очень многие женщины с нормальным выраженным эстрогенным фоном достаточно быстро восстанавливают естественный цикл, 2-3 месяца, всё у них заработало, как часы, вот уже 6 месяцев прошло, уже месячные нормальные идут по часам, и перименструальный синдром вовсю кипит, прямо и грудно бухает, настроение портится, и раздражительность самый последний день, циклы видно, прямо, что завтра месячные пойдут. Ну, всё, и прыщами вся покрылась, ну, прямо вот цикл как цикл. То, что доктор прописал, только беременность не наступает. 6 месяцев прошло, можно идти к врачу, можно идти обозначаться, что я готова такая вся красивая, а вы, доктор, дайте мне возможность забеременеть. Поэтому выходим из оральной контрацепции. Первое, спокойно, второе, без истерики, и третье, максимально физиологично. Это не вредно, это всем показано, всем женщинам на планете показаны, первоальные контрацептивы, вот, и выходим из этого так же, естественно, как и входим, просто сидим, ждем на опорке ровно, когда у нас придет естественный цикл. А теперь, пока! Субтитры подогнал «Симон»!